4 правила тренировки плеч Правило номер 1. Если у вас длинные руки, забудьте о жимах. Чем длиннее ваши руки, тем больше то расстояние, на которое нужно переместить вес. А значит, вам потребуется больше усилий, чтобы поднять один и тот же вес по сравнению с теми счастливчиками, у которых руки короче ваших. Проще говоря, вы обречены на работу с меньшими весами в жимах, что означает меньшее воздействие на ваши мышцы. Конечно, и из такого положения может быть выход. Например, работа в сокращенной амплитуде. Джей Катлер так и вовсе не стесняется сжать в тренажере Смита в амплитуде, которую любой более или менее продвинутый любитель назовет смехотворной. Сантиметров 15-20, не больше. Правило номер 2. Делайте акцент на подъемах гантелей через стороны на среднюю дельту. Если вы возьмете гантель традиционным хватом, тем, к которому вы уже успели привыкнуть, и попытаетесь выполнить подъем через стороны в той технике, которую все почему-то считают правильной, то большая часть нагрузки уйдет в переднюю дельту. А ведь передняя дельта и так получает изрядную нагрузку в жимах лежа. Да, еще вы наверняка добиваете ее подъемами перед собой, значит дополнительно нагружать ее еще и подъемами через стороны никакого смысла нет. Что делать? Извинить хват. Просто продвиньте ладоник к внешнему краю гантели так, чтобы большой палец вашей руки упирался в блин. При таком положении рук. И выполнить традиционные подъемы через стороны. А еще лучше выполнить их так, чтобы гантели в верхней точке амплитуды движения располагались не параллельно полу, а смотрели вверх. Правило номер три. Не бойтесь больших весов. Не слушайте тех, кто говорит, что поскольку дельтовидную мышцу можно считать малой, то и тренировать ее нужно исключительно малыми весами. Конечно, при использовании тяжелых гантелей всегда существует опасность, что большая часть нагрузки уйдет в трапеции. Куда лучше нагружать? Плечи в специальном тренажере, имитирующем подъемы через стороны. Но не в каждом зале он есть. А вот гантели есть везде. Но и тут есть парочка маленьких секретов. Во-первых, выполняйте подъемы одной рукой. Второй, ухватившись за опору и наклонившись в сторону рабочей руки. При таком исходном положении трапециевидная мышца будет практически исключена из движения. Во-вторых, не пытайтесь осилить полную амплитуду, используя частичные повторения. Наконец, не стесняйтесь использовать чистинг. Добейтесь того, чтобы нижнюю треть амплитуды движения гантели проходили за счет инерции. А еще можно использовать статику. Правило номер 4. Не забывайте про задний пучок дельтовидной мышцы. Можно нагружать все три пучка дельтовидной мышцы на одной тренировке. Но лучше выделить заднему пучку отдельный день. И тренировать его, скажем, вместе со спиной. Для заднего пучка нужно всего от 4 до 5 сетов в одном единственном упражнении. И упражнение это подъемы гантелей через стороны в наклоне. Хоть стоя, хоть сидя, хоть упираясь лбом в опору. И вновь гантели должны быть достаточно тяжелыми. Есть, правда, и другие неплохие упражнения, вроде обратных разведений в бабочке или в тренажере-кроссовер. Но подъемы гантелей через стороны, как по мне, бьют любое другое упражнение. Забудьте про все эти комплексные упражнения, вроде низких жимов, штанги из-за головы или тяг той же штанги к подбородку. В которых акцент якобы можно сделать именно на задний пучок дельтовидной мышцы. Подъемы и еще раз подъемы через стороны в наклоне. И самое главное правило. Найдите одно-два упражнения, которые подходят именно вам. Которые заставляют именно ваши дельты гореть огнем. И сосредоточьте все ваше внимание именно на их выполнении. Так поступают все профи. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok